Омск ТВ Проведением, ну так это назовем, генеральной уборки на улицах, да, общегородского субботника. И, пожалуй, привычка его проводить у амичей уже почти в крови. Расскажите, как вы провели тот день? Ну, прежде всего, хочу сказать о том, что географическое расположение нашего города не позволяет нам плавно входить и выходить из весны в лето. У нас сейчас проходят обыкновенные месячные чистоты, когда мы к Дню Победы должны привести все-все-все в порядок. А времени достаточно мало, поэтому мэром города Омска именно объявлен месячник. И мы на прошлой неделе вышли на субботник, причем не только это чиновники с городской администрации, с правительства Омской области, но и более 100 тысяч амичей, руководителей предприятий, организаций для того, чтобы убрать мусор. Вот итогом этой уборки за один день более 7 тысяч кубометров мусора было вывезено, и привлечено более 500 единиц техники, чтобы единовременно именно убрать мусор. Ведь у нас зачастую бывает так, что после субботников месяцами стоят мешки с мусором во дворах на проезжей части, и сейчас поставлена задача не допустить этого. А субботник в этом году мы провели традиционно, и руководитель нашего региона вместе с мэром города Омска, с депутатами законодательного собрания, правительством провели этот субботник, ну, пожалуй, в непривычной территории, обычно это парки, скверы. А здесь обыкновенная городская улица в нефтяниках, где Виталий Павлович Хосенко сказал, давайте самый грязный участок, и действительно там провели достаточно большую работу. Мы будем проводить субботники каждую неделю, причем не один день, и 22 апреля присоединимся к этому субботнику, всероссийскому субботнику. Я подумал вот о чем. С одной стороны, это приятная традиция, да, и все-таки чисто там, где люди сами следят за порядком в своем доме, но с другой стороны, если есть в городе профильные службы, которые занимаются и вывозом мусора, и в принципе отвечают за чистоту, опять же, на улицах, какая необходимость и какой смысл привлекать к этому так активно простых людей? Ну, я не знаю, но нас, по-моему, с детства приучили о том, чтобы мы могли навести порядок после зимы в своем доме, на дачном участке, вокруг своего дома, где мы живем, это многоэтажный или частный дом, частный сектор, это уже заложено у нас в крови, и службы, конечно, могут убрать, но сколько времени понадобится для службы? Я уже говорил, что у нас очень короткое лето, и слишком длительный снежный покров, который прикрывает всю эту зимнюю грязь, и поэтому мы должны порадовать себя вместе, а это мы сможем сделать только сообща. То есть, многое дело, выходной отдать не жалко? Конечно. Давайте продолжим тему городских пространств и комфорта жителей. Депутаты обсудили на заседании изменения в решении номер 45. Уже мы с вами затрагивали его, хотелось бы поговорить о конкретно новых событиях. Правильно ли я понимаю, что это связано с стартовавшим сезоном проката самокатов? Или ту проблему решить уже удалось, и теперь какие-то задачи другие стоят? Это не проблема, это средства мобильного передвижения, и здесь уже определены параметры, на каких условиях, как и что они должны убирать свою территорию, и какую, собственно говоря, должны долю платить за то, что они эксплуатируют или, скажем так, берут в аренду участки земли для парковок этих самокатов. Это вопрос закрытый. Нынче шла тема о изменениях в правила именно благоустройства города Омска, 45-е решение, когда администрация города посмотрела на рядом стоящие субъекты, то есть не надо изобретать велосипед, и предложили увеличить расстояние, которые частные предприятия, организации, скажем так, даже, скажем, ну, маленькие нестационарные торговые объекты должны вокруг себя убирать. И решили эту территорию увеличить практически в два раза. Но мы провели публичные слушания, мы услышали то, что основная часть и бизнеса, и предприятия, они не готовы к этому решению. Необходимо провести определенную работу именно по пропаганде, о том, что, какая выгода для мячей. Мы к этому вопросу обязательно вернемся, а в нынешних изменениях в 45-е решение городского совета мы по инициативе именно администрации убрали на доработку все эти расстояния, оставили лишь одно о том, что содержание зеленых насаждений в особых экономических зонах, мы говорим об авангарде, дано право собственникам принимать решения по кронированию, сносу зеленых насаждений, а также, собственно говоря, как они будут восстанавливать эти зеленые насаждения без участия комиссии города. Хотелось бы еще поговорить про отдаленные территории. Об их развитии мы с вами говорили, когда началась осенняя сессия работы Горсовета. С тех пор что-то поменялось, с тех пор какие-то новости появились? Ну, начнем с того, что сейчас у нас избирательная кампания Омского городского совета, она изменилась. Все депутаты идут по одномандатным округам, мажоритарная система. И слово «отдаленное» или «удаленное» от центра пока еще нет такого термина. Но, тем не менее, мнение депутатского корпуса о том, что человек, который живет в центре города или в поселке Дальнем, или в Черемушках, неважно где, он не должен каким-то образом ощущать отдаленность от центра цивилизации. Поэтому здесь мы на каждом профильном комитете Омского городского совета затрагивали профильные вопросы. То ли это медицинское обеспечение, то ли это охрана общественного порядка или культура, искусство, спорт, благоустройство на каждом комитете. И сейчас создана рабочая группа, возглавляет ее первый заместитель председателя городского совета Путинцев Виталий Петрович, которая должна предложить администрации города создать некую программу развития именно этих территорий, для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Омск в этом году обрел еще и первого, или первых, наверное, правильно говорить, меценатов года. Давайте подробнее расскажем зрителям, которые далеки от этой темы, что изменилось в этом плане, что для них изменилось, за что присылается такой статус, и как вообще зарекомендовал себя вот этот институт меценатства в нашем городе. Вы знаете, меценатство в России, оно всегда существовало. И громкие имена меценатов царских лет, они до сих пор у нас на слуху. Но тем не менее, в последние годы даже в Российской Федерации, скажу, учрежден День Мецената и Благотворителя, потому что меценат и благотворитель – это, в принципе, равные люди, которые от души безвозмездно оказывают помощь в различных сферах. То ли это образование, то ли это медицина, то ли это искусство, спорт, но это все равно благотворительность. Поэтому мэром города Омска, кстати говоря, он именно инициатор о том, чтобы в Омске предприятие, крупный бизнес, средний бизнес, оказывал всестороннюю помощь для развития, прежде всего, тех сфер, где у нас не хватает бюджета. У нас бюджет достаточно дефицитный. И поэтому было учреждено именно городским советом и меценат года. И в 22-м году меценат года – это стал промстройкомплект-сервис, генеральный директор Шамил Кумагаджиевич Шехмерзаев. Ему мы с мэром вручили удостоверение, почетную грамоту, нагрудный знак. И самое, наверное, главное, что мы открыли новый лист в истории города Омска, современной истории города Омска, когда завели книгу почета, в которую меценаты вносятся. Шамил Кумагаджиевич – это первый человек, который отклинился на то, чтобы в 85-й гимназии города Омска провести ремонт за свои средства. Он сделал прекрасный спортивный зал. Он поменял полностью всю коммуникацию в подвале. Это и канализация, водоснабжение. Он провел косметический ремонт, поменял окна. А сейчас, когда увидело правительство Омской области о том, что идет меценатство и развитие, ведь эта школа, гимназия, находится в центре города. И, по сути дела, помещений для классов очень мало. А рядом находится помещение, которое занимает правительство Омской области, министерство. И они отдали эти помещения нам, в муниципальную казну, для того, чтобы начальную школу мы выделили из этого 85-й гимназии и сделали им отдельные помещения для этих целей. В меценатстве участвуют и депутаты городского совета, и депутаты законодательного собрания. Городской меценат именно с городского совета – это Абдуалинов Таймас Маратович, это руководитель «Металл Инвест». А Татаян Ашот Гамлетович – это депутат законодательного собрания. Поэтому здесь есть примерскому братья-депутатскому корпусу. Я хочу поблагодарить всех меценатов. Их уже более 20 в городе, которые безвозмездно благотворительность проводят именно в образовательных учреждениях, не только, но и в культуре, и в спорте, и во всех делах. Но у нас меценатское движение, в принципе, началось с помощи школы. И пока мы про школы говорим, заодно хотелось бы узнать, вы продолжаете вместе с депутатами, с коллегами, объезды учреждений, которые ждут или уже дождались капитального ремонта? Да. Хочу сказать, что на заседании Омского городского совета мы приняли решение о том, чтобы помещение гимназии 75-й и 3-й школы передать в наш департамент строительства для производства капитального ремонта. Причем хотел сказать, что не только мэр города Омска и председатель городского совета участвуют в еженедельных объездах наших строй, так называемых. Допустим, тот же самый Иван Валерьянович Березин вместе со своим, ну скажу, шефом, это и генеральный директор, Владимир Александрович Березовский, курирует гимназию номер 3, школу номер 3, и, соответственно, оказывает всестороннюю помощь. А в 75-й школе тоже депутат городского совета Виталий Петрович Путинцев также следит, оказывает помощь и, соответственно, участвует в объездах. Безусловно, сегодня мы должны держать на пульсе именно те мероприятия, которые проводятся в соответствии с федеральными и национальными проектами, потому что как мы их будем осваивать, денежные средства, оттого и будут вливания федерального и областного бюджета в город Омск. В следующем году предстоит 16 школ производить капитальный ремонт. И это достаточно большие средства и силы, которые нужно будет нам потратить для обеспечения данных мероприятий. Я бы хотел в очередной раз затронуть тему достаточно горячую. Это реорганизация муниципальных предприятий. До сих пор вызывает большой отклик у Амичей этот процесс. И заодно узнать, как сейчас обстоят там дела, как проходит процесс с тепловой компанией и с пассажирсервисом. Поскольку все-таки это те вещи, которые есть в жизни каждого человека. Знаете, действительно, это достаточно резонансный вопрос. И ранее были какие-то опасения и у депутатского корпуса, и у населения. Потому что непонятно, как выполнять правительственные распоряжения и приказы, что до 2025 года из 17 муниципальных учреждений, мупов, мы должны практически все акционировать. За исключением одного единственного. Это наши парки городские. Это вот одно, что останется. Остальное все должно перейти в акционерное общество. Сейчас мы уже подготовили и общественное мнение, и депутаты абсолютно уверены, что тот этап, который сейчас проходит тепловая компания, мы утвердили устав, и 100% акций, которые остаются в муниципалитете, и отчуждение этих акций, акционеры, и, собственно говоря, никто не может их без решения Омского городского совета продать или перепродать, или еще что-то сделать. Все находится на народном контроле. Ну и в финале беседы, такой вопрос на перспективу. Горсовет планирует провести выездное заседание в Омском кадетском корпусе. Расскажите, пожалуйста, почему именно там, и вообще практика выездных заседаний, откуда она и зачем она используется? Ну, прежде всего я скажу, канун нашего праздника Великой Победы 9 мая. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи сегодня приобретает абсолютно новое значение. И мы не только проводим выездное. Почему выездное? Потому что мы приглашаем на расширенное заседание городского совета более 300 специалистов из образовательных учреждений, которые отвечают за патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Мы подготовили ряд мероприятий, которые будут направлены на то, чтобы совершенствовать эту работу, поделиться опытом и шире пропагандировать именно наш культурный облик, о том, что мы многонациональная семья, и мы должны заниматься именно патриотическим воспитанием. Кроме того, Кадетский корпус. Почему? Потому что сегодня рассматривается вопрос Министерством просвещения России о том, чтобы в курс основы безопасности жизнедеятельности был введен начальная военная подготовка для старших классов. И здесь тоже определенные есть наработки, но об этом мы поговорим чуть позже. Спасибо вам за беседу. Всего доброго. Я напомню, гостем нашей студии был председатель Омского городского совета Владимир Корбот. Следите за эфиром Омск ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова